Шейх, это второй вопрос, который также упомянули до этого, но некоторые братья его не услышали, потому что отсутствовали. Дозволен ли кушать в мечети? Дозволен ли проводить совместные втором мечети? Разрешается первым делом что? Прием пищи, шейх. Я услышал вопрос про ифтар. Это тот же вопрос, шейх. Это тот же вопрос? Да. Можно ли кушать в мечети? И в продолжение еще вопрос, шейх. И можно ли проводить совместные ифтар в мечети? Да, я понял. Принимать пищу в мечети превращает в обычаи постоянства. Это не разрешается, потому что мечети не были построены для этого, как об этом пришло в достоверных хадисах. Однако, если придет большая группа людей из числа бедняков, которые нуждаются в еде и питье таким образом, что их нельзя принять дома или на открытой местности по причине ограниченного пространства, тесноты или другой причине, то в таком случае они могут зайти в мечеть и покушать в такой ситуации. А что касается того, чтобы из мечети делать что-то наподобие столовой, даже если это будет какие-то определенные месяцы, как месяц Рамадан, например, как это делают в некоторых мечетях, во-первых, это не соответствует пути праведных предшественников, и во-вторых, это противоречит словам пророка, поистине мечети не были построены для этого. Шейф, а что насчет того, что делать во время Рамадана в Мекке и Медине? Мы уговорили уже, оставь это и не поднимай этот вопрос.